итак произошла поклевка на кружок вот кружок шевелится рыба точно там есть аж притопливает его сейчас посмотрим что здесь поймалось какое это что-то а а а а а о себе поймался крупная щука да не щука а лясь вот это лёсь на живца взял жерех вот это улов жерех поймался на кружок и большой причем вот это жерех вот это улов сегодня крупняк килограмма наверно на 3 жерех попался красавец вот это рыбалка эмоции конечно зашкаливают такую рыбу поймать на кружок я жереха вообще давно не ловил вот я думал щука большая сейчас буду плыть его отцеплять вот вот это рыбалка сегодня и самый уловистый мой кружок первый который я сделал вот поймался жерех на килограмма на 3 сейчас мы бережку приплывем вот это рыбалка сегодня повезло поймать такой трофей вот это очень редко такое бывает сейчас я подплыву к берегу и буду отцеплять его вот это рыба трофей еще целый итак поймался щука на спине сейчас будем ее подводить щука небольшая но очень такая резвая попалась будем брать руками вот такая поймалась щука сейчас вот на блесну очень интересный был момент как видите сейчас будем отцеплять и . где-то больше чем пол килограмма но 1 в этом сезоне вот так что вот такой трофей попался у меня сегодня на блесну итак пока стоят кружки вот я решил немножко половить на спиннинг вот сейчас поставил вот такой рапаловский воблерок вот это я недавно купил сейчас будем его облавливать в таком заливчике интересно вот здесь не так глубоко думаю здесь должен быть хищник и так попробуем половить на спине воблер плавающий за углублением 90 сантиметров полтора метра весом 9 грамм как раз такую интересных местах под эти условия он как раз подходит вода сейчас очень прозрачная воблер под натуральную расцветку больше оп есть щука вот поймалась щучка вот как видите вот как видите сработал воблерок рапаловский доставать вот так вот поймалась вот такая щучка вот как видите сделал я буквально два заброса вот и сразу же сработало вот это первая щучка на этот воблерок вот как видите она хорошо его заглотила вот сейчас мы будем отцеплять его у меня есть зевнячок вот вот такой вот такой у меня самодельный зевнячок вот который я сделал просто из проволоки есть продаются магазинные вот ну я не заморачивался с этим мне такой подходит вот делаем вот это ставлю аккуратненько так вот и достаем изымаем наш воблер что делать надо очень аккуратно потому что как хищник щука она очень вертлявая вот очень сильно заглотила и жабры повреждены и такую рыбу уже выпускать просто нельзя она пропадет придется ее забрать жадно взяла вот такая вот щучка думаю неплохой такой угол но отпускать мы ее не будем потому что она повредила себе жабры сейчас я ее посажу попробую на кулкан пока вот у меня есть кулкан также вот такой самодельный кулкан у меня вот очень аккуратный думаю лучше чем магазинные в сто раз вот я стараюсь делать снасти сам вот сейчас уложим пока у меня кулканчик привяжу к лодке привязываем к лодке кулкан вот и сейчас сюда посадим теперь щучку нашу щуку цепляем мы за нижнюю челюсть вот это уже никуда она не денется вот так закрываем и все что наша рыба пока будет жить как только она видно будет что уже вот не живая надо будет ее вытянуть с воды ну пусть пока побудет на кулкане вот со второго заброса вот поймала щучка вот глубь дорог рапаловский вот так продолжать ловлю на спиннинг кружки мои пока стоят клевого пока наживца нету вот ну зато здесь клев вот на спиннинг вот